Самое ценное в моей жизни – это я. И если меня не будет, то и думать будет некому о том, что же делать теперь без этой ценности. В этой жизни для меня нет ничего более ценного, чем я. И не в том смысле, что я ценю свою внешнюю оболочку, тело, интеллект или еще что-то такое, но я – это какой-то сгусток информации, какой-то сгусток ценностей, принципов. И я, наверное, не готов поступить с этими ценностями, принципами, ни ради чего в этой жизни. Идея, которая лежит в основе ОЛО, это построить город Несс-Скули. Это огромный проект, и мы сейчас где-то 2% этого проекта исполнили. Потому что идея не просто взять миллиард долларов и построить город, а идея в том, что мы начинаем с нуля. Мы этот бизнес ОЛО 5 лет назад начали с 10 тысяч сом. И идея пройти путь от 10 тысяч сом до города. Город – это миллиарды долларов. Мы понимаем, по какому пути мы можем пройти, чтобы в итоге такие инвестиции быть способны привлечь. Но когда ты начинаешь строить город, ты очень сильно превышаешь какой-то потолок, ниже которого ты незаметен, выше которого ты становишься очень привлекательным для всех людей, которые работают вне закона. Я говорю не только о криминалитете, я говорю в первую очередь о коррупционерах. И мы понимаем, что при текущих правилах игры, когда Кыргызстан – это одна из самых коррумпированных стран мира, то, о чем мы мечтаем – недостижимая цель. Я думаю, что не так, чтобы я, но какая-то вот эта группа людей, которые хотят сохранить здравый смысл в этой стране, уже влияет очень сильно. Потому что, ну вот вам юридический факт, что все-таки там 10 января мы не будем голосовать за вот этот вариант Конституции. Сейчас там вносится вопрос о президентской или парламентской форме, и это все-таки большой шаг назад для тех, кто вообще придумал все это по сравнению с тем, чтобы выкатить вот эту Конституцию, вот этот проект Конституции на голосование. И это победа, это какая-то победа. И я вполне осознаю, что может получиться так, что в итоге большая часть населения, которая сейчас очень заблуждается, на мой взгляд, проголосует за президентскую форму, может быть, мы действительно придем к какому-то такому варианту Конституции и так далее, но мы ни в коем случае не должны сейчас просто говорить, ну, бог с ним. Знаете, мы тоже народ. Нельзя говорить, что вот народ, весь народ за, там, президентскую форму, например. Ну, мы говорим, ну, мы тоже народ. Ну, как бы не худшая часть народа. Та часть народа, которая рабочие места создает, налоги платит. Та часть народа, которая привносит сюда инновации. Та часть народа, которая создает условия для многих других людей, да, которые хотят в этой стране жить и работать. И мы тоже имеем мнение, оно тоже есть. И вот это называется представленность. То есть в демократии очень важно, чтобы все слои населения были представлены. Честно, без подкупа и так далее проголосует, это будет мой президент тоже, если он действительно победит на этих выборах. Если он победит в честных выборах, если он будет, там, не покупать голоса и так далее, и так далее, пожалуйста, пусть будет президентом. Отлично. Просто пусть работает по правилам, а не меняет правила под себя. Пусть сохраняет механизмы сдержек противовесов. Когда нам венецианская комиссия говорит, ребята, это было противозаконное решение, а наш суд принимает решение, что нет, это было по закону, то люди смотрят на нас так снаружи и говорят, ну, хорошо, если вы пока что еще в пещерах живете, продолжайте жить. Я никогда серьезно не думал о том, чтобы уехать. Это, наверное, связано с какой-то внутренней уверенностью в том, что мое личное счастье очень мало зависит от того, где я живу. Оно зависит от того, что я делаю. И я могу быть счастливым человеком и здесь, и в США, и во Франции, и в Японии, и в России. Но раз уж я родился в этой стране, почему бы мне не попытаться в этой стране что-то значимое сделать? Мне кажется, я отличаюсь от очень многих людей, которых я знаю, с точки зрения моего детства и того, как это такое влияние доказало на мою всю жизнь, тем, что я вырос в семье, где меня очень любили. И я всегда чувствовал эту любовь. И я всегда чувствовал в семье себя в безопасности. Мне кажется, к сожалению, людей, которые выросли с таким чувством, в этой стране очень мало. Очень просто. Если самые талантливые люди из страны стремятся уехать, не так, что у них появляются возможности, они уезжают, а просто вот прям стремятся и ищут, куда бы уехать, куда бы уехать. Лишь бы уехать отсюда. Это говорит о том, что в стране все плохо. Если самые талантливые люди из-за рубежа хотят сюда переехать, хотят здесь жить хотя бы какое-то короткое время, это значит, что в стране все хорошо. Ну, я думаю, что для проведения реформ нужна критическая масса людей в правильном месте и правильное время. И правильное место – это, в первую очередь, команда принимающих решения. То есть я не являюсь частью этой команды. Даже если у меня есть какие-то идеи о том, какие реформы должны быть и так далее, какая разница? Если даже таких людей, как я, будет тысяча, но все мы где-то, где-то, и никто нашего мнения не спрашивает, тогда какая разница, сколько таких специалистов в стране есть? Реформы все равно происходить не будут. Вот. У нас, знаете, такая ситуация. Вот если представить себе, что Кыргызстан – это какое-то здание, то это здание, в котором уже давно прорвало трубы, взорвались батареи, потолок падает, там, лампы не горят, электропроводка там наладан дышит и периодически вспыхивает, да, в разных местах. И вот в такое здание приходит некий прораб, и он говорит, все, ребята, реформа, реформа. Он говорит, все, ремонт, ремонт, ремонт. И он берет краску и начинает красить стену. И потом он приводит всех и говорит, смотрите, какая красивая стена, какой красивый цвет, маджентовый там и так далее. И все говорят, вау, реформа. Отсутствие доверия к судам – это фундаментальная причина, почему экономика не развивается. Потому что если я не верю судам, значит, я не верю в силу договора. Если я не верю в силу договора, то каждый раз, когда я буду заключать сделки, я буду заключать очень мелкие сделки. Такие, чтобы если меня подведут, то я, по крайней мере, не полностью пропал, да. И если я буду все время заключать только мелкие сделки, мой бизнес всегда будет оставаться мелким. Ну, это вот простой механизм. Второе – это реформа госуправления. Сегодня государство – это просто наемный менеджер. Мы скидываемся как народ, платим какую-то часть своих доходов и формируется государственный бюджет. И мы нанимаем менеджера, который на этот бюджет, который мы сформировали, должен предоставлять определенные услуги. Дороги должен строить, должен строить инфраструктуру, должен обеспечивать безопасность, должен те же самые суды обеспечивать, должен обеспечивать государственное школьное образование, ну и так далее, и так далее. И сегодня этот менеджер, государственный госаппарат, потребляет 37% этого бюджета. Ну вот мы пришли в ресторан, и 37% – это накрутка на сервис, да? Готовы мы в такой ресторан ходить? Нет. 15% – это уже так думаешь, ну что-то ребята обнаглели. То есть о чем мы должны говорить? Мы должны говорить о том, чтобы резко снизить потребление госаппарата. Это значит, как минимум в полтора раза должно сократиться количество чиновников. А если мы хотим еще поднять им зарплаты, то при этом мы должны сократить их еще больше. Я считаю, что нужно сокращать госаппарат 8 раз. За счет автоматизации, за счет сокращения регулятивных всяких мер, и за счет сокращения количества госчиновников самих. И тогда коррупции тоже станет намного меньше. Меньше чиновников – значит меньше коррупции. Третья реформа, которая нам нужна, это реформа местного самоуправления. Нам нужно, чтобы люди в Балахчи избирали себе мэра. И чтобы большая часть налогов, которые выплачиваются людьми в Балахчи, оставалась в бюджете Балахчи. И чтобы люди в Балахчи говорили мэру, почему у нас дороги не сделаны, почему у нас уличное освещение не работает. И чтобы мэр не мог сказать, ой, у нас бюджета нет, потому что вот мне Минфин не выделил. Нет. Сегодня ситуация такая, что там десятая часть того, что собирается на местах, остается на этих местах. Все остальное выделяет государственный бюджет. А в государственный бюджет ты должен прийти, умолять, просить. Тебе будут говорить, знаете, сейчас денег нет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге получается, что наши мэры городов, они, для них клиент, это вот какие-то чины в правительстве, потому что если с ними хорошее отношение строить, тогда можно больше бюджета получать. А если у нас больше налогов будет оставаться на местах, то мэры городов будут понимать, что их клиент это граждане, горожане. К тому же эти горожане еще и избирают мэра. Когда меня провоцируют, я сначала пытаюсь понять, кто это человек, который меня провоцирует. Нужен он мне или нет вообще в моей жизни. И в большинстве случаев я понимаю, что мне такой человек в жизни не нужен, поэтому я не вижу смысла вообще с этим человеком разговаривать. И когда человек пытается меня провоцировать, я сначала пытаюсь понять, во-первых, это живой человек или нет. Потому что это чаще всего происходит в социальных сетях, а там много людей, фейковых аккаунтов и так далее. И я знаю, что есть журналисты, которые за 20-30 тысяч часов в месяц по 200 аккаунтов ведут. И это для них работа просто ходить, оскорблять, унижать, провоцировать и так далее. И зная это, с чего бы я поддавался на такие вещи и начинал отвечать. Если это кто-то ценный для меня, если это дорогой мне человек, то тогда это очень странно. Потому что если человек меня любит и ценит, и он меня провоцирует, то это, наверное, означает, что или он хочет мне что-то сказать, потому что я потерял связь с реальностью, или это означает, что у этого человека какая-то боль сейчас есть, и он не осознает, что делает. И тогда я начинаю разбираться в причинах этого. И причина никогда не в поводе провокации, она всегда либо в том, что я потерял связь с реальностью, я должен вернуться, я должен обдумать, я должен переосмыслить себя, я должен изменить точку зрения, я должен освежить взгляд, дизайн мышления к себе применить переизобрести себя не знаю и применить какую-то другую стратегию или я должен обратить внимание на то что дорогой мне человек сейчас страдает я должен как-то ему помочь тот тип бизнеса которым мы занимаемся он очень очень специфичный малопонятный и мы не компания которую можно который можно было бы интересно ну которая бы представляла интерес в качестве объекта для рейдерства к примеру с точки зрения налогов вы просто все платим и мы абсолютно белые и в этом смысле но и мы белый под не потому что мы государство очень любим и хотим платить много налогов мне вот этому государству платить налоги не хочется потому что я не считаю что она распоряжается моими налогами правильно когда мы сталкиваемся с госорганами которые готовы учиться мы всегда стараемся помочь вот например у нас очень хорошая партнерства с крысп patent я считаю что Крыгспатент – это самая разумная часть правительства. И они делают классные проекты, конкурс «Стартап Кыргызстан» и так далее. Это супер, то, что они делают. И мы рады их поддерживать. В какой-то момент даже их сотрудники у нас стажировали, чтобы понять, что такое коворкинг. Потому что Крыгспатент сейчас свой коворкинг строит. Для нас обоих ОЛОЛО – это не какая-то внешняя часть семейной жизни. Это часть нашей жизни, так же, как часть нашей жизни – это наши дети. И, может быть, ОЛОЛО – это еще один наш ребенок какой-то. Конфликтов может абсолютно не быть в двух случаях. Либо, когда одна сторона полностью признает, что другая сторона – это Бог, и надо полностью слушаться, а у нас точно не такая ситуация. Либо, когда абсолютно одинаково мыслят. Но если бы мы одинаково мыслили, я бы точно на этом человеке никогда не женился. И она бы точно за меня никогда замуж вышла, не вышла, потому что в этом нет никакого смысла. Мы всегда разговариваем. И какие бы у нас разногласия ни возникали, мы находим в себе силы не замкнуться, не сказать «все, все, все». Больше я не собираюсь это обсуждать. Всю тему закрыли и больше никогда к этому не вернемся. Нет, мы разбираем любую ситуацию и любые разногласия между нами до конца. У нас есть такая традиция, хотя бы один раз в неделю, обычно мы два раза это делаем, мы завтракаем вместе. Мы отвозим детей в школу, потом мы завтракаем, в этот день мы не планируем там утро, и мы где-то там часа полтора можем побыть вместе где-то там, не знаю, в каком-то хорошем кафе. На строй детей, старшему сыну 19 лет, он работает, работает в британском стартапе, в технической поддержке, сидит из дома сейчас работает. Он устроился на работу в период пандемии, и он так ни разу в офисе и не побывал. Он работает постоянно из дома. Его английский и его техническое мышление, умение программировать ему очень сильно помогают. Это работа, которая включает в себя все эти скиллы и его дисциплинированность. То есть это просто очень надежный друг, который, когда, например, недавно нам нужно было с Айнурой улететь в Ош на 3 дня, на прошлой неделе, он отвозил детей в школу, причем он это делал даже после ночной смены, то есть он там в 7 утра заканчивал работу и потом еще отвозил детей в школу, потому что нас не было дома. Ну, это человек, который уже наравне с нами, может быть, один из третий родитель для наших младших детей. Младшим 10 и 8, и самая младшая у нас дочь Айн, ей 8 лет, она, мы назвали ее в честь Айн Ренд, самая умная женщина с нашей точки зрения в 20 веке. Айн очень креативная, наверное, самая креативная в нашей семье. И есть Абай, которому 10 лет, он родился в мой день рождения. Он очень похож на меня внешне, он очень похож на меня своими привычками, он очень похож на меня своими недостатками. Мне его трудно критиковать, потому что я знаю, что вот это у него от него, от меня, да? Ну, он не виноват. Ну, и вот инвестиция в их образование – это главная инвестиция в нашей жизни с точки зрения объема денег, которые мы вкладываем, потому что они учатся в школе, где, в первую очередь, дети счастливы. И через это счастье детям передают определенные знания. Нам это очень нравится, там очень правильные ценности в этой школе. Какой я отец? Я думаю, что мои дети чувствуют, что я их люблю очень. Я точно не отец, который проводит с детьми очень много времени. Я всегда стараюсь уложить их спать. Это такое правило. Я делаю с ними зарядку три раза в неделю утром. И я стараюсь как-то придать им какие-то положительные привычки. У нас есть очень классные кейсы. Например, когда Абаю и Айн было 3,5, они очень много ругались. Прям очень много ругались, могли ударить, могли обидеть, оскорбить друг друга и так далее. И тогда мы сели, у нас есть такая форма, когда мы называем это семейный совет, мы все вместе садимся в пятером. И мы говорим, есть такая-то проблема, давайте обсуждать, как мы собираемся ее решать. Дети сами предлагали правила, которые они хотят, чтобы вы в семье были. И вот это правило было, чтобы не дрались, чтобы друг друга не обижали, чтобы не делали друг другу неприятно. И я, когда вот это было сформулировано, я говорил, давайте короче. Вот как можно сказать короче, как можно сказать короче, потому что там слишком много пунктов было. И они все укорачивали, укорачивали, и потом дочка, а ей было 3 или 4 в тот момент, но не больше. Она сказала, ну это же просто, мы просто должны друг друга любить. И вот мы все поняли, что это, вот это и есть на самом деле любовь, когда ты заботишься. Мы живем всегда в съемной квартире, мы не хотим покупать недвижимость. И это сочетание нескольких факторов, как мне кажется. Один из этих факторов такой, может быть, на уровне ценностей. Ну как-то никто из нас не ставит материальные ценности очень высоко в шкале ценностей. Вот. И, наверное, мы все не хотим привязываться к вещам. Мы легко их отдаем, мы легко избавляемся от вещей. Мы не любим захламляться, мы не любим много мебели и так далее. И это касается нас обоих сайнура, и мне кажется, сейчас это детям тоже передается. Вот. Но с другой стороны, я финансист, и я мысли с позиции инвестирования. Ну, этот год – это упущенная возможность для роста этих детей. Потому что я думаю, что школа – это фундамент. Если мы строим очень крепкий фундамент, на крепком фундаменте можно построить небоскреб. А на плохом фундаменте, на плохом фундаменте, например, пятой школы, в которой я учился, на этом фундаменте, ну, можно построить сарай. И это может быть блестящий человек с точки зрения его там таланта, генов, да? Но он никогда не реализует полностью свой талант просто потому, что в этой школе ему травмировали там психику. А мне травмировали психику очень сильно в этой школе. Я это очень долго преодолевал. И я этой школе абсолютно неблагодарен. И не считаю, что вообще кому-то эту школу можно рекомендовать. И таких школ в Кыргызстане большинство. Большинство школ в Кыргызстане наносят ребенку больше вреда, чем приносят ему пользу. Я человек, который в течение своей жизни прошел эволюцию от спринтера к стайеру. То есть мне очень легко давалась учеба в школе, в университете. И я ее все время исполнял как спринтер. Я оставлял себе очень мало времени. И потом очень быстро напрягался и делал какой-то классный результат. И мне нравился вот этот челлендж. Но работа в Кыргызстане очень сильно на меня повлияла тоже. Потому что я 12 лет работал в компании. И я видел результаты накопленных усилий. Все, что вы делаете сегодня, оно через 12 лет будет как-то пророщено. Вот обязательно. Но если вы спринтер, и вы все время пробежали эту дистанцию, ушли на следующую дорожку, ушли на следующую дорожку, ушли на следующую. То когда оно прорастает, вас там уже нет. Иначе говоря, ваши усилия не капитализируются. Кирпичики, которые вы складывали, не превращаются в пирамиду. Они превращаются в маленькие кучки, построенные в разных-разных местах. Поэтому я очень ценю силу маленьких и упорных усилий. Поэтому я 4 раза ходил на марш за Конституцию, и в это воскресенье опять пойду. И в этом есть смысл. И когда у нас было 10 человек, это имело смысл. Когда там было 20 человек, это имело смысл. И теперь там ходит 300-500 человек на эти марши. И я знаю, что все это сначала выглядело как какое-то бессмысленное занятие. Когда в первый раз пришло 20 человек, многие люди были очень расстроены. Эти же люди сейчас, они гордятся тем, что они стояли у истоков этого марша. И то же самое с бизнесом. Мы начинали на 10 тысяч сом. И то, что мы сейчас сделали, я знаю, что это чудо. Просто не всегда это видно вблизи. Если бы мы то же самое, что мы сейчас сделали, сделали бы где-нибудь за рубежом, про нас бы сейчас писали, что ребята просто сенсация и так далее, и так далее. А здесь, ну, кажется, ну, надо, что там еще один каворкинг открыли. Прикольно. Так что я точно стайр, но надо понимать, почему я стайр еще. Потому что я не делаю эти проекты ради того, чтобы город был построен на Сискуль. Я делаю эти проекты, потому что это единственный способ для меня быть счастливым в этой жизни. Я делаю эти проекты из глубокого эгоизма. Я делаю это, потому что я хочу, чтобы у моей жизни был смысл. Когда я уходил из Кыргыз Концепта, я имел уровень дохода, ну, наверное, как 0-0,1% людей в этой стране. И у меня дети учатся в самой дорогой школе в этой стране. У меня есть определенный уровень жизни, к которому мы привыкли. Поездки за рубеж, там отдых. У нас две мамы, которые являются пенсионерками. И у меня было очень много страха. И я думал тогда, не должен ли я пожертвовать вот этим своим ощущением, да, что нет, я не должен здесь находиться. Не должен ли я, ну, где-то наступить на свои вот эти ценности и все-таки обеспечить своим детям вот безопасность. И я понял тогда, что если я останусь из-за детей, то потом я всю жизнь буду иметь внутри вот это чувство, что дети из-за вас, я отказался от шанса быть счастливее. И это будет значить, что я буду вешать на своих детей чувство вины. Я не хочу, чтобы мои дети росли с чувством вины. Пусть они лучше не будут ходить в лучшие школы этой страны, но они будут свободными, будут свободными от обязательств передо мной и будут свободны от вины передо мной за то, что моя жизнь не удалась из-за них. Я не хочу жертвовать собой, своими интересами, своим счастьем ради детей. Я не жалею о том, что мы живем в Кыргызстане, о том, что мы лишаем детей возможности, я не знаю, в Европе расти, видеть эти прекрасные музеи, ходить в прекрасные театры, находиться в более безопасной среде. Что можем, мы делаем. Они учатся в этой школе, они учатся практически в Европе. По стандартам эта школа намного выше, чем большинство европейских школ. Но также я думаю, что когда они вырастут, они сами решат, будут они оставаться в этой стране или уедут. Чтобы ответить на вопрос, в чем сила, я, наверное, должен для себя понять, что такое сила. И для меня, наверное, сила – это энергия, которая заставляет тебя делать что-то. Поэтому для меня сила, наверное, в стремлении быть счастливым. Стремление быть счастливым человеком заставляет меня делать очень большие проекты в этой жизни.